Всех приветствовать, меня зовут Архипов Кирилл, я являюсь руководителем маркетинга подразделения «Семена». Соответственно, это наши регулярные встречи, как вы знаете. Мы в конце сезона всегда встречаемся с производителями и рассказываем результаты продуктов, которые мы получили в сезоне вместе с нами на основе демо и производства. Но что самое интересное, мы стараемся не просто показать, вот такой продукт так себя показал, в этих условиях, в других и так далее. Мы рассказываем, во-первых, про сам сезон, то есть климатические условия, которые повлияли на какие-то ключевые пазы развития растений. И предлагаем, что нужно изменить, чтобы митигировать риски, если они случились в этом сезоне. Или, наоборот, поделиться опытом, как это сделали некоторые земледельцы. Второй момент, естественно, у нас будет экономическая часть. Михаил Григорьев будет следующим после меня спикером. Он расскажет про экономику, что нам ждать по ценам, как изменяется глобальный спрос, предложения, остатки и так далее. То есть, естественно, это то, что нас ожидает в ближайшее время и что всегда интересно земледельцу. Вот, увидел Миша, удивился в лице немного. Миш, ну, хотя бы пару слов, да, потому что, я понимаю, у тебя ограниченная там презентация, но с земледельцем что интересно, почем продать можно будет в ближайшее время. Вот, да. И то, что я бы хотел попросить вас, ребят, смотреть, как работаем с спикерами и с техническими специалистами. Вы сможете писать свои вопросы в разделе чат, либо в разделе обратиться... Нет, вопросы. Вопросы – это к эксперту. Чат – это просто общение, да. Вот, соответственно, наши технические специалисты будут отвечать на вопросы, потом их публиковать. Если будут довольно интересные темы, мы их дополнительно еще и озвучим. Ну, а, собственно, если вам нравится то, о чем говорят наши спикеры, либо поддерживают какую-то тему, внизу есть реакция аудитории. Внизу, вправо в нижнем углу, там огонечек, вот я сейчас на него чуть поднажимал. Ну что, перейдем дальше, ребят. Тогда передаю слово Михаилу. Коллеги, доброе утро. Спасибо, спасибо, Кирилл. Меня зовут Михаил Григорьев, менеджер по бизнес-аналитике компании «Сингента». Я немножко расскажу сейчас о рынке сельхозпродукции, какие тенденции были с севом, с уборкой сейчас. Немножко обращу внимание на цены. Ну, первое, что хотел бы отметить, это как прошла семная кампания «Зимых культур». Хотя это немножко и не связано с кукурузой подсолнечником напрямую, но вот это одна из фундаментальных вещей, которые стоит отметить. Если мы смотрим только на зимную пшеницу здесь, то посеяли в этом году на полмиллиона гектаров меньше зимы пшеницы. Все вы знаете, что в вашем регионе были сложные погодные условия сева. В принципе, все вот это снижение посевных площадей за счет региона «Центр». Даже немножко было компенсировано увеличением посевных площадей на 400 тысяч гектар в регионе «Волга». Ну вот, большое снижение в регионе «Центр», центральной части России, сева, дало снижение посевных площадей по зимой пшенице примерно на полмиллиона гектар. Если смотреть историческую динамику по сохранению азимых культур, азимой пшеницы в частности, то можно предположить, вот как и КАР-компания предполагает, что в следующем году во всей России будет 15,6 миллионов гектаров азимой пшеницы против 16,5 в этом году, я имею в виду оставшихся после зимовки. Здесь предполагается, что немножко похуже пройдет зима. В рамках среднестатистических показателей, потому что предыдущий год был, конечно, экстраординарный в плане перезимовки, очень хорошая была перезимовка. Что хотелось бы следующее отметить, это, в принципе, наверное, одна из основных головных болей сейчас сельхозпроизводителей в регионе Центр, это уборка кукурузы и подсолнечника, двух наших культур, которым посвящен вебинар. Я здесь не стал выделять отдельный регион Центр, но мы все знаем, что в центральной части России как раз основное отставание по кукурузе происходит. То есть во всей России из 2,8 миллионов гектар кукурузы это кукурузы на зерно. Здесь просто статистика не приходит по, не публикуется по кукурузе на схилосе. Обрано 1,7 миллионов гектар. Естественно, самое большое отставание, это больше в двух регионах, скажем так, и на Волге, и в Центре, из-за погодных условий, которые сложились осенью. Подсолнечник, та же самая ситуация. Здесь тоже большие опоздания от традиционных сроков уборки. По всей России из 10 миллионов гектар, которые были просеяны в России, 10,033, убрали 7,300. То есть порядка 73-74% убрано подсолнечника. И вот можно сделать вывод, что, конечно, часть подсолнечника и кукурузы войдет, наверное, на уже весеннюю уборку, или как вот сейчас зимой убирается. Естественно, потери качества определенные. Никуда от этого не деться будет. Теперь пару слов о мировых ценах на основной товар для сельхозпроизводства России – это пшеница. Что хотелось бы отметить, что вот этот горб мировых цен прошел из-за ситуации геополитической, которая у нас между Россией и Украиной происходит от них основных поставщиков пшеницы на мировой рынок. Но сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Вот смотрите, российская пшеница, она торгуется на уровне прошлого года. Ну, в общем-то, это говорит о том, что, ну, во-первых, работает этот зерновой коридор, который из портов Одессы поставляет сельхозпродукцию. Ну, в принципе, мировое сообщество адаптировалось к этой всей ситуации. И, в принципе, сейчас так вот военные действия, которые сейчас происходят, они не очень сильно влияют на цену на пшеницу. Что если прогнозировать в будущем? Ну, я думаю, что, скорее всего, цена пшеницы, она может быть в этом же районе останется. Но, скорее всего, если там к концу сезона, если неплохие виды на урожай в северном полушарии уже будут в первой половине года, во второй половине маркетинговой сезон продаж, то она может немножко она немножко может подупасть, конечно. Но вот сейчас, наверное, она вот после Нового года вряд ли сильно упадет, потому что два крупнейших поставщика пшеницы в мире из южного полушария – это Аргентина и Австралия. В Аргентине плохой урожай, из 22 миллионов тонн будет произведено где-то 10-12. В Австралии хороший урожай, но очень плохое качество из-за непрекращающихся дождей. Поэтому вот две таких причины, которые, ну, наверное, все-таки с января и до видов на Новый урожай в северном полушарии немножко поддерживают цену все-таки. Касается экспортного потенциала по кукурузе, пшенице, ячменю, в этом году огромный экспортный потенциал по пшенице у России. Вряд ли он будет выполнен, поэтому вот из этих там 48-50, кто-то пишет, ну, ну, в том, вот и Карл прогнозировал ранее, то, что 48 миллионов тонн можно вывезти, а сейчас это, возможно, уже и 50 у них. Ну, это неважно так, но дело в том, что, ну, максимум, наверное, скорее всего, можно будет вывезти за пределы страны, если по пшенице, тут 42, 43, 44 миллиона тонн. То есть вот там 5-6 миллионов тонн, они еще дополнительно в стране точно останутся пшеницей. Сейчас вывезено 16 миллионов тонн, это несколько хуже, чем предыдущие года, поэтому уже оставшиеся месяцы до там нового урожая достаточно должны быть интенсивны для выгрузки. Ну, в целом ситуация не такая плохая, как она могла бы быть, из-за санкций, как многие думали. В принципе, идут отгрузки пшеницы из страны, в частности, ячменя. Но кукуруза запаздывает, в принципе, она запаздывает из-за позднего сбора, вот, но это больше, наверное, культура второй половины сезона. Ну, есть, конечно, есть, конечно, серьезные вещи, которые влияют на цену, на зерно внутри страны, от них нельзя абстрагироваться. Это первое, это экспортные пошлины, которые продолжают действовать сейчас. Вот вы видите на пшеницу, ячмени, кукурузу. Кукурузу, они, на самом деле, с этой недели уже равны нулю, пошлины, потому что цена кукурузы упала, мировая, и, соответственно, внутри страны она тоже не очень хорошая, но пошлины уже на кукурузу сейчас пока нету, то есть она нулевая. На пшеницу и ячмень пошлина от 2 до 3 тысяч рублей, 2,4-2,7 тысяч рублей сейчас. Вот именно на эту дельту, как бы, сельхозпроизводитель то есть в данный момент получают меньше денег, чем могли бы точно. Там есть другие факторы, это там стоимость логистики до портов, сейчас это сложная тоже ситуация, но вот что напрямую срезает цену, это, конечно, экспортные пошлины. Ну, еще, конечно, стоит отметить второй негативный сейчас для заработок сельхозпроизводителей фактор, это, конечно, курс валюты нашей рубль. Рубль очень сильный, поэтому заработки от экспортных операций не такие высокие, как они могли бы быть. В частности, ну, если рубль немножко ослабнет, что, в принципе, прогнозируют многие, даже государственные структуры говорят о том, что не выгоден такой курс, ну, возможно, цены внутри страны, если рубль ослабнет, в рублевом эквиваленте, конечно, повысится. Ну, вот что у нас происходит в целом по стране, ну, это очень близко к региону центра, такая вот ценовая ситуация, может, чуть-чуть более оптимистичная, вот, но, в принципе, вот это агентство «Про зерно» публикует вот свой индекс, и здесь видно то, что цена на пшеницу четвертого класса, ну, тут очень цена близко к региону центра, да, с НДС составляет, там, ну, чуть меньше 12 тысяч рублей, в прошлом году это было вот почти 17 тысяч рублей, то есть огромное снижение на 5 тысяч рублей, из них, как я отметил, уже это 2 тысячи, наверное, это пошлины, и, ну, основное, конечно, это курс рубля и логистические проблемы, да, доставки до портов. Ну, вторая половина сезона, ну, на мой взгляд, вот эти логистические должны немножко улучшиться, поэтому, наверное, я думаю, что вот текущая цена, она минимальна сейчас по пшенице, и, в принципе, то же самое, наверное, можно сказать, и по пупуруде, она уже, наверное, практически достигла своих минимальных значений, дальше она должна стабилизироваться, ему, возможно, качественная кукуруза будет с какой-то премией продаваться. Что дальше? Дальше я бы хотел отметить ценовой уровень по подсолнечнику и по подсолнечному маслу. Вот обратите внимание, то, что я говорил в начале презентации, цены на подсолнечное масло, они находятся вот как вот до февраля 2022 года. То есть, опять же, рынок адаптировался, там идет какое-то количество подсолнечного масла с Украины, от нас идут экспортные операции, достаточно неплохо, я бы так сказал. Поэтому вот здесь, скорее всего, стоит ожидать таких же стабильных цен. Возможно, цены немножко даже пойдут вниз по подсолнечному маслу из-за того, что сейчас дешевеют нефтяные котировки, масла, они достаточно сильно связаны с нефтью. Но я не ожидаю, что это будет, там, не знаю, 700-800 долларов. Возможно, это будет 1000-1100 долларов фоб новороссийск. То есть, достаточно достойные. Естественно, многое, конечно, зависит от курса рубля. Если курс немножко получше станет, то и будет выше цена подсолнечника внутри страны. Но вот обратите внимание, последние пару недель цена на подсолнечник начала расти. Связано это с тем, что сейчас неплохая маржинальность у переработчиков, и они могут поднимать цены. И еще с тем это связано, что переработчики, видя то, что уборка идет не очень хорошими темпами, естественно, начали сейчас пополнять запасы свои. То есть, я ожидаю, что в ближайшее время цена на подсолнечник подрастет, ну, там, в районе, может, еще 2-3-4 тысячи рублей. Вот, естественно, подрастет дальше, в своей цене может помочь уже это снижение национальной валюты. Но этого прогнозировать на 100% невозможно, но многие этого ожидают. В принципе, у меня все. Я тогда готов ответить на какие-то вопросы, если они есть, и передаю слово Ибану Афанасьеву. Михаил, спасибо. Я предлагаю, если у коллег появятся вопросы, они могут их задать в блоке «Вопросы». А я хотел бы перейти к следующему этапу нашей дискуссии сегодняшней. Да, сегодня Михаил уже отмечал, что часть кукурузы, подсолнечника у нас находится еще не в убранном состоянии, в поле. И этому, в принципе, предшествовали погодные условия. И, конечно, комментировать погодные условия в различных уголках региона, центр, очень тяжело. Так как бывает, что даже в рамках одного хозяйства, что там хозяйства, одного отделения, где-то осадки прошли, где-то заморозки есть, где-то сложились свои уникальные погодные условия. Поэтому мы, наверное, будем говорить не о каких-то частностях, а будем больше говорить о погодных условиях, которые были общие для региона. Если мы посмотрим на Воронежскую область, я выбрал в качестве демонстрации город Павловск, Курская область, Щегры, и, например, Тамбовская область, город Рассказово. То есть что общего у этих всех, получается, территорий, которые были и какие условия сложились. Прежде всего, если охарактеризовать погодные условия в целом по сезону, то можно сказать, что они были стрессовые. То есть какая была хронология? На начальном этапе те хозяйства, которые смогли отсеяться еще в апреле месяце, в начале мая, то есть в начале мая, мы с вами видим, что здесь, в принципе, погодные условия позволяли нам, пускай даже не в лучшем случае, но иметь, соответственно, иметь всходы. Да, они были с задержками, они были подвержены тому, что культура на начальном этапе развивалась медленно, сорняки развивались быстро. Но, тем не менее, эти хозяйства, по большому счету, с одной стороны, они выиграли, потому что те хозяйства, которые не отсеялись, условно, до 10-12 мая, столкнулись с такой проблемой, что до начала июня окошек для того, чтобы выскочить и отсеяться, было очень мало. Поэтому у нас и сейчас уборочная кампания, один из факторов того, что уборочная кампания затягивается, было связано с тем, что мы уже опоздали на пассивную кампанию. Хозяйства же, которые отсеялись раньше и получили всходы, да и те хозяйства, которые в окошко здесь сеяли, сталкивались с тем, что им приходилось работать и проводить по две гербицидные обработки. То есть, если мы возьмем, например, технологию сульфа, то основной вопрос в этом сезоне был, а как дробить обработки? Можно ли там 25 плюс 25, там 30 плюс 20, вот в таком формате? На кукурузе даже пришлось производить отдельным хозяйством до двух-трех обработок против сорняков. Вот это вот, конечно, с одной стороны влага, один из лимитирующих факторов у нас в сельском хозяйстве, но в этом сезоне это вот был как стресс на начальном этапе. Другой вопрос, что если посмотреть на линию средних температур, мы видим с вами, что как раз таки до начала июня, до 10 июня температура нарастала очень медленно, и это отражалось, что и культуры еще отставали от среднемноголетних. То есть, если посчитать суммы эффективных температур по различным территориям, то разница в минус 20, минус 80 градусов эффективных температур, поэтому мы вот в целом имели такое отставание. В дальнейшем как бы температуры начали нарастать, то есть и в принципе там выпадали где по территориям по различным осадке, и культуры развивались. Да, хозяйство, я не беру проблематики, которые были в течение вегетации, я имею в виду, что в этом году большая была численность хлопковой совки, лугового метелька, и некоторые хозяйства столкнулись с тем, что даже просто не было специализированных продуктов для контроля данных вредителей, и приходилось работать либо те хозяйства, которые не нашли возможности экономические, либо не нашли физические продукты, столкнулись с тем, что поврежденные корзинки, да, повреждались дополнительно потом сухой гнилью, если кукуруза, то это подверженность была повреждению фузариоза, то есть вот такие вот вопросы они вставали. Дальше, если посмотреть, я обозначил еще одним дополнительным вот таким вот, можно сказать, стрессом, да, то есть у нас в августе месяце отсутствовали осадки, и температуры установились довольно на высоких уровнях, да, то есть до 35-30 градусов, но, ладно, там одно дело это температуры, но здесь у нас еще и были сильные ветра, которые приводили к такому эффекту фена, да, то есть, соответственно, культуры теряли свой потенциал прямо на глазах, вот в конце августа это было видно. Дальше, что произошло? Вот здесь, если посмотреть, произошло большой перепад температур, да, и у нас там 6-го, 8-го, 9-го в разных территориях по-разному были зафиксированы заморозки. С одной стороны, как бы, ну, что может быть, это как все рассматривали, как диссикацию, но на самом деле на гибридах хоть кукурузы, хоть подсолнечника, позднего, поздней группы спелости, либо позднего срока сева, которые находились в стадии конец цветения, начала налива, да, то есть, эти гибриды столкнулись с тем, что они потеряли значительно урожайность, да, значительно потенциал снизился. И мы пришли к с вами к еще одному фактору, да, то есть, это осадки в течение сентября-октября, которые просто, ну, просто не давали ни сеять, ни убирать, да, и сегодня Михаил говорил о том, что отставание идет и по посевной компании, по уборочной компании, да, то есть, это вы все прекрасно видите, поэтому я бы охарактеризовал эти погодные условия как стрессовые, но могу сказать, что благодаря тому, что компания Сингента ведет работу не только в Европе, там, США, да, там, в других странах, но прежде всего ведет научную работу внутри страны, и селекционеры адаптируются, потому что, если так посмотреть, у нас такие сезоны, они, ну, как какой-то периодичностью повторяются, да, может, хозяйство, агрономы, которые давно работают, помню, там, 17-й год такой был пример, да, там, 13-й год, понятно, что в каких-то территориях по-разному это было, но вот эта база нам дает возможность для того, чтобы работать дополнительно со своей генетикой и выводить именно те гибриды, которые будут адаптированы. А как правильно со стороны современной науки и со стороны, как помочь правильно следить за культурой, какие принимать решения, где-то, может быть, даже можно с помощью сейчас цифровых программ посмотреть о том, а когда убирать силу, да, то есть, либо проводить диссекацию. Я попрошу рассказать Ильдара о программе Крупвайс. Всем добрый день. Меня зовут Ильдар Сергединов, руководитель группы цифровых экспертов региона Центр. Коллеги, сегодня бы хотелось рассказать вам по цифровым сервисам компании Сингенты. Многие из вас про них, конечно же, знают уже. У нас сейчас есть две цифровых платформы. Это Крупвайс Сид Селектор и Крупвайс Оперейшн. Хотелось бы начать с Крупвайс Сид Селектора. Это именно цифровая платформа, которая заточена для подбора гибридов, подсолнечника и кукурузы. Под конкретные климатические условия, под конкретно почвенно-климатические условия и под оптимальные сроки сева. То есть данная платформа поможет вам при помощи менеджера компании Сингента в направлении семена подобрать лучший гибрид под конкретное поле. Как это делается, как это можно? Здесь у нас представлено пять шагов, этапов, про которых я дальше расскажу более подробно. То есть вы можете подобрать гибрид под конкретное поле или по конкретную координату на ваших картах, дальше выбрать именно тот гибрид, который вы хотите, линейки гибридов, которые вы хотите высевать, настроить агрономические фильтры, и после этого создастся рекомендация, в которой можно будет указать там желаемые нормы высева, и после этого уже менеджер сможет вам выдать в конечном итоге сертификат на приобретение того гибрида, который выбрала программа. Как подбирает программа, на основе чего выходят эти данные. То есть в программе обозначено очень много точек на карте. Вы сейчас видите, во всех этих точках производились испытания. Более 15 тысяч точек по испытанию было по гибридам кукурузы, и более 13 тысяч точек по испытанию гибридов подсолнечника. Да, что мы видим, как получается алгоритм подбора именно. То есть, как я вам сказал, было заложено более 28 тысяч научных исследований. Это были как опыты, так и сэмплинги, так и коммерческие исследования. По России получилось определить, что есть 15 природно-климатических зон, в которых мы можем составить и подобрать свои гибриды под конкретные условия. В программе подружено очень большое количество погодных данных. Их более чем за 20 лет. Занесена информация по температурам и по осадкам. Также есть классификация почв на каждой клетке 250 на 250 метров. Вы можете видеть, какая почва у вас находится. Данные подружены в систему. Если вдруг что-то не соответствует, можно в системе быстренько откорректировать это все вручную. Далее, получается, вы подходите под подбор гибридов. Чтобы гибрид подобрался, должны совпасть очень много условий, таких как тесты почвы, уровень стресса данного гибрида, и чтобы было как минимум 8 значений по испытаниям в этой зоне. Только тогда программа выдаст рекомендуемый гибрид под конкретное поле. Как производят правила подбора гибридов? То есть вы можете подбирать как гибриды подсолнечника, так и гибриды кукурузы. Что нужно для этого? Для этого нужно, чтобы менеджер компании «Сингента» приехал к вам с данной платформой. Да, еще раз напомню, платформа «Сидселектор» не выдается клиентам. Она находится только в пользовании компании «Сингента». К вам приезжает специалист. Вы заходите через его планшет, либо там iPad в программу, быстренько подбираете поля, как здесь отмечено на карте. Выбираете именно тот кластер полей, который вам интересен, в которых вы будете засевать гибриды на предстоящий сезон. Далее идут простейшие агрономические фильтры. Вы выбираете либо там кукурузу, либо подсолнечник и настраиваете дальше технологию, по которой вы будете работать. Далее выбираете там устойчивость, там их заразихи, гибрицидную обработку и желаемые гибриды, которые вы сами думаете, что хотели бы попробовать, так как у вас тоже есть очень большой опыт, работая с нашими гибридами. Вот, выбрали, далее прошли на следующий этап, настроили определенные агрономические фильтры. Вот, вы видите, уже на программе разместились именно, подобрала лучшие гибриды под вашу зону и распределил их по полям. Если вас что-то не устраивает, вы хотите сделать более удобную логистику, вы можете в ручном режиме вместе с менеджером поменять поле, посмотреть. Дальше сравнить гибриды с гибридами конкурентов, вот, по каждому участку получается, и настроить оптимальную логистику. Да, далее хотелось бы рассказать по цифровым сервисам. У нас, кроме того, что есть платформа Seed Selector, есть и платформа Groupize Operation, та, которая дается нашим клиентам, нашим партнерам для того, чтобы ввести агрономическую аналитику, сопровождение, вот, чтобы вы могли работать в системе и фиксировать всю информацию уже на цифровом носителе. Также мы продвигаем направление, которое мы называем продукты-плюсы, вот, в этих направлениях мы заложили очень много исследований и продобрали определенные алгоритмы под уборку гибридов кукурузы на силос и на зерно. Да, сейчас вы в системе, вам необходимо только занести поля, где у вас посеяны гибриды, указать одну агрооперацию, дату сева, вот, и гибрид, который посеянный, и после этого дождаться времени, но до созревания оптимального, обратиться к менеджеру, вот, и менеджер при наличии того, что у вас есть посевной материал компании Сингента, да, и вы занесли эту информацию в Крупас Оперейшн, даты сева и гибриды, получат рекомендацию и приедет к вам с этой рекомендацией, в которой будут указаны оптимальные сроки, мы видим в предпоследней колоночке, получается, для уборки кукурузы на силос, то есть процент содержания сухого вещества в районе 32, от 30 до 35 процентов. Идеальные сроки для уборки кукурузы на силос. Вы эту информацию получите заблаговременно, вот, за 10 дней программа выдаст сигнал по настроенной тревоге, после этого уже выдастся рекомендация. Да, каждую рекомендацию нужно проверять, для этого она выдается не лично вам, а выдается менеджером компании Сингента. Они приезжают к вам, вместе с вами выезжают на поля, смотрите, что рекомендации соответствуют действительности, и работаете согласно схеме, как это было представлено на слайде ранее, то есть здесь будут прописаны номера полей, вы можете составлять свою карту уборки по этим номерам полей. Видно сразу же гибриды, даты сева, индекс NDVI, изменения индекса NDVI, это доработки были сделаны как раз к нынешнему сезону, вот, по которым вы можете видеть, да, динамику, насколько кукуруза там подсыхает и становится близка к уборке. И сумма эффективных температур тоже выводится сюда. Кроме того, что программа позволяет делать оптимальные сроки уборки кукурузы на силос, также и доработанная система, вот, от уборки кукурузы на зерно. Получается система, то же самое заносите, нужно занести только две, получается, агрономические операции, то есть вам нужно завести факт, то, что у вас был сев произведен, опять занести, какие гибриды были посеяны, и программа будет отфильтровывать информацию, получается, и смотреть на те поля, которые подходят самые близкие к уборке, именно на зерно, и по трем критериям, то есть влажность зерна, когда у вас 32% подходит, программа будет показывать этот показатель, то есть дату примерного подхода влажности 32%, и получается, далее вы смотрите поля, которые подходят под этой рекомендации, если есть уже поля с влажностью 24%, вы тоже это сможете увидеть в системе, и в какие даты ориентировочно поля должны подойти под уборки уже на зерно, и влажность, крайняя влажность у нас 18% получается, то есть вы уже можете смотреть по рекомендациям, выбирать для себя оптимальные сроки уборки кукурузы на зерно, получается, принимать решение, также составляется дорожная карта, вы видите все свои номера полей, гектары, и какие показатели там по индексу NDVI, суммы эффективных температур, ориентировочные влажности, также напоминаем, что эта рекомендация выдается менеджерами, они к вам приезжают, вы смотрите то, какие у вас есть условия сейчас сложились в полях, проверяете, что рекомендации действительно соответствуют, и дальше работаете согласно данной рекомендации. Коллеги, чтобы подключиться к программе CropWise Operation, у нас есть в Сингенте определенные требования, то есть что нужно для этого? Первое-наперво нужно работать с продукцией компании Сингента, покупать средства защиты растений или семена, обратиться к менеджеру компании Сингента, который вам выдаст вот такой, как здесь отмечено на слайде, определенные требования, то есть вам нужно будет передать электронные карты полей в формате Shape, либо КМЛ, или PDF там с фото, то есть если у вас нет электронных карт полей, значит мы вас для них первоначально сделаем, отрисуем все поля и дадим доступ к системе. Вот, для этого вам нужно будет просто сделать фотографию карты в виде, чтобы она была главной читабельной, да, и чтобы специалисты могли после этого отрисовать это все, все ваши контура. Далее нужно будет предоставить информацию о тесеоборот за 22-23 сезон, вот, где нужно указать, какие гибриды вы будете высевать, чтобы сразу же они были подкружены у вас в систему. И после этого нужно будет настроить список пользователей. Да, каждому пользователю дается индивидуальный вход в данную программу, систему, где указывается его фамилия, имя, должность, имейл и уровень доступа. Уровни доступа у нас есть различные, просмотры, полный доступ с корректировкой. Вот. И после этого вы можете спокойно заносить всю информацию в систему, указывать, ввести историю полей, агрономические все сведения указывать, то есть вы будете получать, как минимум, это электронный дневник агронома, в котором будут указаны все измерения, все, что по сезону вы увидели, плюс вы сможете смотреть за индексом NDI, получать очень точные погодные данные в систему и пользоваться всеми сервисами, которые доступны в компании Сингента, в которых вам будут рассказывать менеджеры, доводить вам эту информацию. Коллеги, у меня по цифровым сервисам все. Если есть вопросы, задавайте их в чат. Далее бы хотелось передать слово Игорю Тимошенко. Он расскажет о гибридах подсолнечника компании Сингента. Добрый день, коллеги. Спасибо, Финдарт. Меня зовут Игорь Тимошенко. Я являюсь портфолио-менеджером по теменам гибридов подсолнечника компании Сингента в России и Казахстане. Так, сейчас переключу, секундочку. Буквально пару слов хотел сказать, почему компания Сингента занимает лидирующие позиции. В первую очередь, естественно, это огромные-огромные инвестиции на научную деятельность, на развитие исследования продукта. Ежегодно компания Сингента тратит десятки миллионов долларов на все научные изыскания. Именно поэтому могу сказать, что пока что компания Сингента действительно занимает лидирующие позиции на рынке семян подсолнечника. И тем не менее, портфель постоянно развивается. Это очень такой динамичный процесс. И уже даже на данный момент, несмотря на то, что постоянно мы ищем новые продуктовые решения, новые гены устойчивости, внедряем их, испытываем также на огромной территории, на большом количестве точек в России и других странах. Тем не менее, мы продолжаем развивать из года в год. И я думаю, что в будущем мы сможем предоставить еще больше интересных продуктовых решений. И уже на данный момент у компании Сингента уже есть самый сбалансированный портфель на рынке. Мы можем предоставить продукты практически для любых технологических сегментов. Здесь такую интересную графику для того, чтобы показать вам портфель наш гибридов-посолнечника в разрезе группы спелости и технологический групп. Группа спелости – это оранжевая стрелочка. Слева – это количество дней, демонстрирующих группу спелости. Но, опять-таки, это очень такая индикативная, можно сказать, шкала. Объясню почему. Даже вот были эксперименты. Один и тот же гибрид поселили в один и тот же день в Краснодаре и в Уфе. И они подоспели к уборке с разницей в 3-4 недели. Поэтому говорить, что конкретно какой-то гибрид созреет ровно через 108 дней, я думаю, что ни один человек в мире вам такую гарантию не даст. Потому что подсолнечник – это термофильная культура. И здесь в большей степени влияет на сроки созревания не количество дней, а количество накопленных активных температур. Ну, по науке активная температура – это все, что больше 10 градусов. Более подробное изучение физиологии подсолнечника показали, что эта температура немножко ниже, она составляет около 7 градусов по Цельсию. То есть все, что ниже 7 градусов, не дает развития культуре совершенно. Вот, например, для того, чтобы по солнечнику показать сходы, ему нужно накопить от 100 до 130 градусов активных температур. И то же самое можно сказать про созревание. Для того, чтобы по солнечнику созреть, ему нужно накопить определенное количество активных температур. Ну, так как это сложная такая математическая модель, мы сейчас ее развиваем. Вот, сейчас индикативно проще всего показать, конечно, шкалу по дням. И вы можете видеть по кросс-функциональному разделению группу спелости, сравнить их между собой. Также эти материалы будут у вас доступны, кто подключился к нам. Буквально пару слов о высоколиновых гибридах и их перспективах на нашем рынке. Сейчас очень сложная геополитическая ситуация. И вопрос даже, почему в России посолочник не развивается, как он высоколиновый, как он в свое время развивался на Украине, например. Сейчас, на данный момент, исторически сложилось, что главный потребитель высоколинового масла это Европейский союз, в частности, это Испания, Франция. И когда начали изучать потоки именно урожая посолочника, как происходит торговля растительным маслом, выяснили, что импорт растительного масла в Евросоюз из России состоит только на 1%. То есть, значит, что мы в Евросоюз исторически не поставляем масла. Соответственно, главное направление развития по высоколинке это общепит российский адаптированный и страны такие, как Китай, Индия, то есть Восток. Пока что больших перспектив развития линки я не вижу. Тем не менее, мы имеем и классику, и Clearfield гибриды. Также у нас есть новинка суванга. Это гибрид DA, как говорится, D-Express, тоже имеющий олеиновый тип масла. Вот. Ну, самый большой пул гибридов, естественно, у нас на классическом масле, на линолевом, и представлен всеми группами спелости в разных технологических группах. Это классика. Вот. Хотел бы обратить внимание на новинки, такие, как Levis и C-Levis и C-Teos. Это гибриды, которые зарегистрированы буквально еще в этом году, в начале этого года. Чем они отличаются? Это будет наш, вообще, костяк в будущем нашего портфеля классических гибридов. C-Levis заменит все раннеспелые гибриды в нашем портфеле. Это экстенсивный гибрид, раннеспелый, вот, и имеющий масло до 54-55% наслышенности. И C-Teos – это гибрид, который заменит всю среднеспелую классику в нашем портфеле. Фунча и Эдисон, Купаву, Ласкалу, Конди и Брио. То есть мы идем по пути упрощения портфеля. Вот. И если мы действительно видим... Я не знаю, у меня зависло. А, вроде отвисло. И могу сказать, что действительно гибрид универсальный и работает практически во всех условиях, где, возможно, ворачиваясь неспелую гибриду, в принципе. И что отличает C-Levis и C-Teos от того, что у нас уже есть в портфеле, это устойчивость к заразихе расы G-EK+. Вот. Также у нас достаточно широкий портфель в Fliar Field Plus, гибриды, которые вы давно знаете. И у нас есть интересные новинки, вот как вот, например, C-Avenger в Fliar Field. Вот. И мы ожидаем гибрид C-Lazuri-KLP в Fliar Field Plus. C-Avenger. Он уже второботка, можно сказать, да, поэтому здесь не стоит значок New. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что для сихо-постоваропроизводителей это до сих пор, можно сказать, новинка. Вот. Это C-Avenger гибрид, который заменит всю раннеспелую группу в Fliar Field. Это и Сана, и Форти, и Тристан. То есть в одном гибриде мы видим замену для всей технологической группы. И действительно, в этом году многие производственные опыты, демо-опыты, R&D-эксперименты показывают, что, несмотря на то, что Avenger, он, можно сказать, как гадкий утенок, да, то есть он не всегда привлекательный в поле, ну, с точки зрения привлекательности растений, да, как таковых. Но он очень быстро созревает и дает урожай на уровне среднеспелых гибридах. Вот. Что касается лазури-KLP, который мы ожидаем в регистрацию, в декабре уже в течение месяца, я думаю, что мы получим регистрацию. Это первый гибрид у нас, который полностью был разработан для Российской Федерации, да, и в условиях Республики Казахстан в том числе. Это средне-ранний гибрид, имеющий устойчивость ко всем патогенам, которые, в принципе, у нас такие самые популярные в стране. И также имеет заранее запрограммированную, то есть генетическую устойчивость к ржавчине. То есть я думаю, что лазури заменит в будущем очень большое количество посевных единиц таких гибридов, как и Дункан, и Нюма. То есть он, несмотря на то, что он средне-ранний, он сможет играть в лиге среднеспелых гибридов в том числе. Также у нас есть новиночки для Спасульфа, то есть для Гербицид Экспресс. Гибрид Суоми, который уже можно приобрести. Вот, уже практически весь объем расписанный. Но гибрид действительно универсальный, раннеспелый, и работает во всей, не побоюсь, да, вот таких вот громких заявлений, во всей территории Российской Федерации. От юга до Западной Сибири, до Республики Алтай. И также хотел обратить внимание, что сейчас в Синденте находится уже в завершающей стадии регистрации таких гибридов, как C-Futura AR и C-Eris AR. Это новая технологическая группа гибридов, она будет называться AR. Это гибриды, которые устойчивы и к Гербициду Экспресс, и к Гербицидам для производственных систем Clearfield и Clearfield Plus. То есть это будут такие очень технические универсальные решения. Вот, и пока что мы будем заходить в рынок, в эту группу с двумя гибридами. То есть C-Eris, это средне-ранний гибрид, C-Futura и средне-спелый. Вот как вот ориентироваться еще, кстати, по цвету. Зеленые гибриды, это которые больше для территории севера, релого сделания посолочника. Оранжевые гибриды, это наоборот, это гибриды, которые максимально заточены для условий выращивания посолочника в таких стрессовой зоне. То есть это гибриды с максимальной засухой и жаростойкостью. Такие, как, наверное, молочно-желтые, да, это наиболее интенсивные гибриды, которые рассчитаны на фермеров, которые, кстати, инвестируют максимальное количество средств, да, сельхозпроизводства и рассчитывают на максимальную отдачу. И такие светло-оранжевые, это умеренно-интенсивного типа гибриды. Ну, в принципе, все. Более детально расскажут вам о результатах наши технические эксперты. Спасибо большое. Передаю слово Василию. Спасибо, Игорь. Добрый день, уважаемые коллеги. Я технический эксперт посевно-мастерных культур в регионе Центр. Зовут меня Василий Потапенко. Сегодня мы с моим коллегой Владимиром Неботовым познакомим вас с результатами демо-испытаний гибридов подсолнечника компании Сингента в регионе Центр. На территории Центр было заложено в этом году 193 опыта по испытаниям гибридов подсолнечника. И хотелось бы наслечать наше ознакомление с результатами, со слайдов, где представлены результаты, ну, будем говорить так, рекорды и урожайности, которые в этом году продемонстрировали наши гибриды. Что же хотелось здесь, на что хотелось обратить внимание? Как говорил наш портфолио-менеджер Игорь Тимошенко, что гибриды компании Сингента имеют генетику, направленную на высокий потенциал урожайности и масс-личности, что в течение всей истории применения наших гибридов на территории Российской Федерации подтверждается результатами. Смотрите, что в этом году демонстрируют наши гибриды. Такие гибриды технологии Сульфа, довольно свежий гибрид, как говорил Игорь, гибрид Суоми, более 43 центра урожайность показывает. Новинка текущего года, классический гибрид Селевис в Белгородской области, более 41 центра зектара. Наши среднеспелые гибриды в технологии Флорфилд Плюс, Сибакарди, урожайность более 41 центра зектара. Классический гибрид Сикупава, 45 центров зектара. Перейдем к следующему слайду. Смотрите, прекрасные результаты показывают и довольно новые гибриды, и гибриды, которые давно известны на рынке. Гибрид новинка текущего года, классический гибрид Ситеос в испытаниях на территории региона показывал урожайность более 49 центра зектара. Наша легенда в технологии Клиарфилд гибрид НК Неома, урожайность более 49 центра зектара. Новинка текущего года, просоколиновый сульфа гибрид показал урожайность более 43 центра зектара. И теперь перейдем непосредственно к гибридам, которые у нас представлены в разных технологиях. На территории региона центра основной объем, передовой будем, это на первом месте объем, занимаемый под технологию сульфа, стоит на первом месте. И начинаем мы наше ознакомление с данными гибридами, как сказал Игорь Тимошенко, с новинки текущего года Суоми. Гибрид раннеспелый, универсального типа. Гибрид как в интенсивных условиях выращивания, так и в экстенсивных, показывает высокую стабильную урожайность. Отличается очень высоким содержанием масла до 55%. Гибрид заразихоустойчивый. И что же, перейдем на следующий слайд и посмотрим результаты, которые были получены в текущем году. Я немного расскажу, как читать инфографику данного гибрида, полученных результатов. Это зеленый столбик, это урожайность гибрида Суоми. Здесь указана географическая точка закладки, район и область. Коричневый столбик показывает уровень средней урожайности, которая сложилась по всем гибридам, которые были в этом демо-опыте, независимо от группы спелости и технологии возделывания. Урожайность приведена к 7% влажности, для того, чтобы сравнивать. Было у нас оптимально. Также пунктирная зеленая линия представлена, линия тренда урожайности гибрида Суоми. Коричневая пунктирная линия представлена, именно линия тренда средней урожайности по опыту. Что же мы с вами видим на этом слайде? Урожайность Суоми варьировалась в этом году от 27 центров гектара до 43, что подтверждает заявленные выше урожайные качества. И также подтверждается масличность, которую мы заявляем в наших все гибриды. Мы проверяем намасличность ежегодно, для того, чтобы видеть динамику данного качественного показателя. Перейдем к следующему гибриду. Гибрид Суматра, также гибрид раннеспелой группы. Гибрид характерен тем, что очень хорошо показывает себя в условиях короткой вегетации и в стрессовых условиях. Гибрид прекрасно подходит для получения как ранних урожаев, так и для пересева, для позднего сева и пересева погибших яровых культур. Гибрид заразихоустойчивый, умеренно-экстенсийного типа. И посмотрим, какой же результат нам на испытаниях подемонстрировал гибрид Суматра. Результаты варьируются от 22,7 центра зектара свыше до 33 центра зектара. Напоминаю, гибрид раннеспелой группы, умеренно-экстенсийного типа. Перейдем к следующему гибриду, который в более поздней группе спелости. Это гибрид Сузука, среднеранний, гибрид умеренно-экстенсийного типа. Во всех зонах выращивания территории региона Центр показывает прекрасные результаты, заразихоустойчивый. Гибрид очень хорош в засуху, отличается повышенной жарой и засухоустойчивостью. И что же нам продемонстрировал в этом году гибрид Сузука, посмотрим с вами на следующем слайде. Гибрид Сузука показал у нас урожайность от 28 центров зектара до 43,4 центра зектара. Прекрасные результаты. Практически в 95 случаях показывает урожайность выше средней по опыту, что наглядно подтверждается различием линий трендов. Переходим к следующему гибриду нашей линейки. И теперь старший брат по группе спелости, будем говорить, гибрид Суберик. Гибрид тоже будет недавняя новинка, среднеиспелый, заразихоустойчивый, умеренно интенсивного типа. Что хотелось бы отметить в этом гибриде, в условиях последних лет, показывает наивысшую устойчивость к такому явлению, как некроз корзинки, который проявлялся у нас в особо жаркие годы. На многих других гибридах, которые используются у нас в производстве, в регионе Центр. И посмотрим, какие же результаты продемонстрировал гибрид Сузука в этом году, который представлен на этом слайде. Гибрид Суберик показал нам урожайность от 28 центров в гектаре до 42. Выше 42 центров в гектаре. Прекрасные результаты, подтверждающие его высокие характеристики, урожайные, которые мы заявляем. Перейдем к следующему гибриду. Еще раз повторюсь, гибрид Субанга. Это гибрид новинка текущего года. Среднеиспелый гибрид интенсивного типа, высокоолеиновый гибрид устойчивости к заразихе, расы АЕ, отличительная особенность, которая немаловажна для подсолнечково-олеиного типа, это содержание высокоолеиновой кислоты в масле. У нашего гибрида это содержание до 94%. Что же нам показал гибрид Субанга в демонстрационных испытаниях на территории региона Центр? Урожайность гибрида колебалась в этом году от 22 центров до 38-9 центров в зависимости от условий выращивания. Подчеркиваю, гибрид очень хорошо отзывается на интенсивные условия возделывания. И переходим к следующему гибриду. Гибрид Сумико у нас уже давно в производстве. Гибрид был первым в линейке сульфогибридов компании Сингента. Я думаю, что коллеги прекрасно знают его высокие производственные показатели, качества. И не один год уже возделывают в своих посевах и могут нам больше рассказать о данном гибриде. Ну, напомню, гибрид все неспелый, интенсивный, устойчивость к заразихе расы АЕ отличается высокой урожайностью, стабильностью и показатель массичности возможен до 55%. Что же показывает гибрид в этом году по урожайности? А показывает он, варьирует урожайность от 23 центров в гектаре до 49 центров в гектаре. И на этом заканчивается у нас сегмент линейки гибридов сульфа. И переходим мы к линейке гибридов Клиарфилд технологий. Это первая технология гербицидная, которая у нас была на рынке. И закрывает наш сегмент гибрид Sea Avenger. Это тоже недавняя новинка на рынке. В портфеле компании Syngenta гибрид новой генетики тоже обладает универсальным типом по отношению к условиям выращивания. Гибрид раннеспелый, заразихоустойчивый и очень хорошо адаптируется к условиям выращивания. И что же показывает нам по урожайности данный гибрид в текущем году, мы с вами посмотрим на следующем слайде. Урожайность гибрида варьировалась от 25 центров в гектаре до 42 центров в гектаре. Посмотрите, как линия тренда показывает различия между средней урожайностью и урожайностью гибридом. Практически 90% случаев превосходит урожайность гибрида Avenger среднюю по опыту. Перейдем к следующему гибриду. Это наша легенда, наша слава. Гибрид, занимающий не один год основные посевные площади в регионе центров в технологии Клеофилд. Это гибрид инканиома, среднеспелый, интенсивный гибрид, отличающийся высокой урожайностью, стабильностью. Очень пластичный гибрид используется в различных технологиях обработки пашни. Прекрасно показывает себя и на классической обработке, на пахоте, а также в условиях нулевой технологии. Гибрид уже более 10 лет у нас в производстве и продолжает занимать стабильно высокие объемы посевных площадей. Посмотрим, что гибрид у нас продемонстрировал в этом году. Его урожайность колебалась от 22 до 49,3 центра с гектара. Прекрасные результаты, подтверждающие характеристики гибрида инканиома. Перейдем к следующему гибриду. Регион центра очень много выращивает высокоалинового подсолнечника, поэтому такой гибрид, как C-эксперта, по-прежнему востребован в регионе. Гибрид C-эксперта среднеспелый, интенсивного типа, устойчив к заразихе РАС-АЕ, содержание высокоалинового контента до 90%. Посмотрим, что же продемонстрировал нам в текущем году гибрид C-эксперта. А C-эксперта показывает свои высокие качества. Урожайность от 25 центров до 52 центров в демоиспытаниях региона. На этом мы заканчиваем обзор гибридов технологии Clearfield. Переходим к обзору гибридов Clearfield Plus технологии. Первым гибридом в данной технологии, с которыми мы с вами сейчас познакомимся с результатами, это гибрид C-эксперта. Это гибрид C-эксперта. Гибрид уже более 4 лет у нас в производстве. Прекрасно себя зарекомендовал. Гибрид умеренно экстенсивного типа. Средний и ранний. Отличается очень быстрым стартом на ранних этапах развития. Очень хорош в засушевых условиях. Данный гибрид, что же нам продемонстрировал пораженности в текущем году? Гибрид является вездеходом, как мы говорим, прекрасно себя чувствует, показывает свои стабильно высокие урожаи в различных условиях выращивания, что и подтверждается результатами текущего года. Уроженность варьируется от 23 центов до 35,4 центов в гектарах. Подчеркиваю еще раз, гибрид средний и ранний, умеренно экстенсивного типа. Переходим к следующему гибриду в данном сегменте. И гибрид Сибакарди, старший брат, будем говорить, гибрида Сирозетта. Гибрид давно на рынке. Это наш Мерседес, это наш чемпион по урожайности. Давно на рынке. Но по урожайности данный гибрид практически еще никто не превысил. Очень высокий потенциал урожайности до 55 центов в гектарах. Это не только в каких-то небольших опытах, но и на больших площадях, полученных в хозяйстве, подтверждается этот результат. Гибрид интенсивного типа. Устовщик заразих раз Е. И что же демонстрирует нам гибрид Бакарди в текущем году, мы с вами видим на этом слайде. Варьировалась урожайность гибрида от 23 центов в гектарах до 41,3 центов в гектарах. Переходим с вами к следующему гибриду. Гибрид Сидунка. Это гибрид средней ранней. Довольно свежий гибрид на рынке. Гибрид меренно интенсивного типа. Заразихоустойчивый. Гибрид имеет прекрасный портфель толерантности к основным заболеваниям, которые у нас в регионе встречаются. Это склеротиния, перноспороз и фомопсис. Так, и что же нам показывает гибрид Дункан в испытаниях? Какие результаты? А показывает он нам прекрасные результаты. Урожайность в этом году, демо точка, квалировалась от 25 центов в гектарах до 41 центов в гектарах. Прекраснейшие результаты, подтверждающие заявленные характеристики. И переходим с вами к классической технологии. А здесь я попрошу рассказать о результатах данной технологии моего коллегу Неботова Владимира. Пожалуйста, Владимир. Спасибо, Василий. Добрый день, коллеги. Я предлагаю познакомиться с результатами урожайности классической технологии гибридов. Это в меньшей степени, конечно, наверное, актуально на сегодняшний день для региона Центр. Но, тем не менее, большинство хозяйств до сих пор выбирают технологии классического сегмента гибридов по различным причинам. И, тем не менее, это важный момент, о котором нужно сказать, нужно напомнить вам, какие гибриды у нас все-таки сегодня представлены. И первым, наверное, представителем данной линейки это будет наша новинка. Это будет гибрид раннеспелой группы, экстенсивного типа выращивания, с максимальной на сегодняшний день устойчивостью к заразихе среди всех гибридов на рынке. Это уровень G+. Кроме того, гибрид обладает одной из самых высоких масс личности до 55% на рынке. И очень-очень неплохим, я бы так сказал, хорошим индексом опыляемости корзинки. А именно, это свойство гибрида производить большее количество пыльцы по сравнению с другими гибридами этой же группы спелости. Давайте обратимся к результатам урожайности данного гибрида на территории региона Центр. И что мы с вами здесь можем видеть. Урожайность у нас варьировалась от 22 до свыше, чем 40 центнеров с гектара. Я хочу напомнить, что все-таки это раннеспелая группа гибридов. Мы с вами помним, что потенциал урожайности гибридов увеличивается с увеличением группы спелости. Но даже раннеспелая группа гибридов, таких гибридов Левис, позволяет нам получать урожайность свыше 40 центнеров с гектара в различных почвенно-климатических зонах. Здесь мы можем с вами отметить, что есть некоторые участки, то есть некоторые результаты, где Левис значительно превышает среднюю по опыту, в котором участвовал этот гибрид. Это связано, скорее всего, с тем, что было поражение заразихой в большей степени. Либо повышенной температуры, либо засуха. То есть это гибрид, который является броневиком, который двигается по бездорожью, которому не важны температурные условия, отсутствие влаги. То есть этот гибрид, который во всех экстремально высоких, с точки зрения негативных факторов, условиях, может показывать хорошие результаты и показывает их, как вы можете видеть на данном слайде по результатам. Следующий гибрид, это гибрид, хорошо известный уже на территории Российской Федерации, не только. Это гибрид C-ARC. Гибрид является раннеспелым гибридом, имеет очень неплохие результаты в засухоустойчивости и жаростойкости, так как он является гибридом экстенсивного типа. Имеет очень хорошую толерантность или устойчивость, как вам будет удобнее, к заразихе уровня расы G. Также он является высоко львиновым. Одно из основных ярких преимуществ данного гибрида, это очень хорошая толерантность к ржавчине подсолнечника, что, естественно, актуально для территории региона центра. То есть с этим гибридом вы сможете частично экономить средства на проведении фунгицидных обработок. Результаты урожайности данного гибрида тоже заставляют обратить внимание на этот гибрид в формировании своего посевного конвейера. И так практически во всех вариантах, практически во всех опытах этот гибрид имел превышение на средний по опыту. И максимальная урожайность была отмечена в 44 центнера с гектара. Что для раннеспелой группы гибрида, повторюсь, как и на гибриде Ливис, является очень и очень хорошим показателем. Следующим гибридом это, на мой взгляд, это гибрид, который уже легенда. То есть этот гибрид, несмотря на то, что был зарегистрирован не так давно, порядка 3-4 лет он на рынке находится, но этот гибрид обладает рядом преимуществ в своем сегменте. То есть гибрид Алькантара это средний, спелый, прошу прощения, средний ранний гибрид подсолнечника, с устойчивостью к заразе хирасой G, умеренно экстенсивного типа, что также хорошо работает в условиях засухи, воздушной засухи. Кроме того, порог стерилизации данного гибрида, порог стерилизации, прошу прощения, пыльцы данного гибрида, составляет до 35 градусов, что на 2-3 градуса выше, нежели чем стандартные гибриды, которые мы с вами привыкли видеть в полях, а не только. Результаты урожайности доказывают эффективность применения данного гибрида. Практически в 100% случаях мы имеем превышение средней урожайности по опыту среди всех гибридов. А я напомню, что в этих опытах участвовали гибриды не только классического сегмента и не только этой группы спелости. То есть здесь были гибриды все, различных групп спелости, различных типов интенсификации и, мало того, различных компаний. Так вот, гибрид Алькантара показывает практически везде превышение средней по опыту и достигает урожайности до 45 центнеров с гектара, что, несомненно, является одним из ключевых факторов при выборе гибрида для выращивания в своем хозяйстве. Далее новинка. Новинка, гибрид, который очень интересен, который многих уже удивил, кто успел с ним познакомиться поближе. Это гибрид C-Teos. Это гибрид средней спелой группы с устойчивостью, как и у гибрида C-Levis, с максимальной устойчивостью к заразихе на сегодняшний день среди всех гибридов на рынке. Это уровень G+. Гибрид является очень высокостабильным гибридом. И, учитывая тот факт, что он является умеренно интенсивным, более интенсивной группой, и потенциал урожайности у него несколько выше, чем у более экстенсивных гибридов, естественно, очень хорошо отзывается на повышение уровня агротехнологии, применение удобрений, водного режима и так далее. Результаты испытаний данного гибрида нам показывают урожайность в 100% случаев в превышении на средний по опыту. И максимальная урожайность составляет практически 50 центнеров с гектара в 2022 году. Здесь мы с вами видим в Курской области. То есть, это действительно гибрид, который позволяет получать высокие урожаи в условиях, где ограниченным фактором является заразиха. Только заразиха. Да, и температурный режим здесь нас в меньшей степени интересует, недостаток влаги в меньшей степени интересует. А именно заразиховый фактор, это, конечно, существенно влияет на выбор гибридов. И вот гибрид ТЕОС, безусловно, может раскрыть свой потенциал в таких условиях и порадовать высокими урожаями. И, наверное, завершающий гибрид в моей сессии, это будет гибрид СИКУ ПАВА. Это гибрид достаточно известный, достаточно давно зарекомендовавший себя на рынке. Это гибрид умеренно интенсивного типа, средней спелой группы, с устойчивостью в заразихе расы Джи. Это гибрид достаточно высокостабильный, который показывает нам урожайность. Вы видите, что здесь не очень большое количество испытаний, потому что гибрид давно на рынке, соответственно, его в меньшей степени используется в демо. Соответственно, мы можем с вами видеть урожайность порядка 45 центнеров с гектара максимальную, что является действительно очень высокими показателями именно в профиле выращивания гибридов, где нет серьезной проблемы в территориях, где нет серьезной проблемы с заразихами. Это что касается гибридов подсолнечника. Далее мы перейдем к разделу «Кукуруза», и я с удовольствием передам слово своему коллеге Сергею Лущелину. Он осветит вопрос, связанный с гибридами подсолнечника. Сергей, прошу. Спасибо, Владимир. Коллеги, добрый день. Сейчас мы с вами посмотрим те результаты, которые мы получали на ваших полях с нашими, соответственно, гибридами. Результаты очень и очень интересные, потому что мы каждый год говорим, что год не похож на другие, и это действительно так. Если взять и оценивать в целом урожайность 2022 года, она в Вале выше, чем в 2021 году. Но, как уже задавали вопросы в чате, с кукурузой было очень и очень много проблем в течении вегетации. То есть это очень холодная весна, что мы получали всходы три, а местами получали до четырех недель всходы. Соответственно, наверняка необходимо тепла меньше. Мы заходили на гербицидные обработки и иногда шли на уступки со своей экономической совестью, потому что понимали, что не всегда фаза развития подходила. Но со всеми этими проблемами мы вместе с вами справились, были рядом, помогали им. Собственно, давайте посмотрим, какие же результаты им получились. Но для начала, в сеть испытаний. В сеть испытаний ежегодно мы высеваем очень большое количество демонстрационных опытов. А именно, всего в России было заложено более 420 площадок. Из них 144 демонстрационные площадки в регионе Центр. Да, стоит отметить, что, сами знаете, что уборка в этом году достаточно сложно происходит и для подсолнечника, и для сои, и для кукурузы. И на данный момент не вся кукуруза, к сожалению, еще убрана. Но из 144 демонстрационных площадок, порядка 70% из них, мы уже получили результаты. И у нас есть данные как с Пензенской области, так и с Брянской области, совершенно по всему региону Центра. Давайте пока посмотрим то, что, соответственно, есть. Портфель гибридов. Портфель гибридов очень и очень широк. В компании среди того, что можно по фау выращивать в регионе Центр, это 15 гибридов. Давайте остановимся только лишь и на всех 15, нам просто не хватит времени. А конкретно на некоторых. Ну, стоит отметить, что нового вы увидели в своих полях в этом году. Во-первых, это наша новинка Биларда. Биларда – это ранний кремисто-зубовидный интенсивный высокоурожайный гибрид. Гибрид Амбадор. Фау-240. Зубовидный гибрид. Очень хороший, стабильный. И Вора. И Вора – это еще один из продолжателей линейки Ортези, на которых мы поговорим дальше. И также из новинок стоит отметить Инвиктус, этот гибрид на Силос. И более поздние гибриды, но которые могут выращиваться, это Си Минерва. Фау-340. Для Юго-Воронежской области, для части Белгородской области, части Курской области. Этот гибрид тоже мы проверяли, сделали, показывают хорошие-хорошие результаты. И какие же рекорды в сезоне мы получили? Я постарался собрать даже не самые высокие результаты, а постарался собрать из разных областей. Да, понятно, в этом году проблема есть небольшая с влажностью. Мы с вами обычно привыкли влажность при уборке видеть на уровне 18-20%. Но все, без исключения гибриды, в этом году столкнулись с чем? С тем, что когда температура воздуха среднесуточная, порядка 5-6 градусов, и влажность воздуха 80 или более процентов, они уже активно не отдают влагу. Но вы также можете смотреть по датам уборки. Самая сухая уборка, наверное, у нас это была в пределах 6-15 октября. Потом уже влажность повысилась. Что касается рекордов. Себиларда новинка, как я уже говорил, в Кристинском районе Курской области, 126 центеров с гектарой-то в пересчете на стандартную влажность на 14%. Это очень хороший результат. Наш гибрид, палочка-выручалочка, который совершенно адаптивен к любым технологиям, к любым системам питания, очень такой потенциальной, которая поддерживает и прэкстенсивные технологии, и очень отзывчивый интенсив. Сителис – 117 центеров с гектара. Новинка – Амбадор в Рамоне, в Воронежской области – 113 центеров с гектарой. Это при условии всех этих, извините за выражение, катаклизмов, которые произошли в сельском хозяйстве с погодой. Вот, «Импульс» – 127 центеров с гектара. И «Вора» в Белгороде – прекрасный результат – 110 практически центеров с гектара. И лидер – это «Синер Макс», напомню, «Эротезин», «Фау-340» – 148 центеров в зачете. Это просто очень-очень шикарный такой результат. И давайте перейдем к непосредственно гибридам. Сителисман. Сителисман «Фау-180» – это кремисто-зубовидный ранний гибрид. Он адаптивен к раннего SEO, то есть он достаточно холдостойкий, интенсивный. Понравился, получается, клиентам, которые вас делают на интенсиве. Мы в целом рекомендуем гибрид, если от 7 и более тонн стоит плановая урожайность. То есть из плюсов, дополнительных к этому гибриду, у него высокая перевариваемая силосная масса. Гибрид мы ориентируем на зерно, но в Германии, в частности, в сегменте раннего силоса – это один из лидеров. То есть если вы ищете силос, именно необходим ранний силос создать упорочный ковейер, талисман, ротанг – это будут одни из превосходных гибридов. Что стоит также отметить? У гибрида белый стержень. И при обмолоте то зерно, которое получается, при дальнейшей переработке оно не подкрашивает нашу крупу. То есть те, кто занимается крупой, круповоды, данные гибриды очень-очень любят, потому что он технологичен. Не надо каких-то дополнительных затрат нести при его переработке. Результаты. Смотрите, я здесь разбил и по урожайности от больше к меньше, и также для вашего удобства выделил по областям. В Белгородской области стоит еще также отметить, зеленым – это урожайность нашего гибрида, того, что я рассказываю. Коричневым выделена средняя урожайность также по опыту. Плюс мы добавили влажность, потому что влажность – это все-таки один из основных параметров, который учитывается при рентабельности укурузы, в целом при ее возделывании. Стоит также отметить, что, да, был вопрос очень интересный по срокам всем влияния на урожайность. Но при всех тех нюансах, что с погодой по крузу потрепало очень сильно, по моему личному мнению, все-таки в этом году выигрывали более такие экстенсивные или промежуточные типы гибридов «Талисману» раскрыть свой потенциал. Да, в Курской области это 121 центер, это превосходный результат. Но «Талисман» раскрыть свой потенциал по ряду районов в этом году было ему сложновато, потому что любой стресс на интенсивном гибриде – это минус, соответственно, урожайность. Но мы видим, что в целом гибрид очень-очень хороший и очень, соответственно, стабильный. Как я уже говорил, с целевой урожайностью – это гибрид более 7. Переходим в нашу новинку – гибрид «Абиларда». Обратите внимание, очень такой хороший выполненный початок V-190, но у него действительно раннее цветение. При своем V-190 зацветает он порядка 3-4 дня раньше, чем «Талисман». Это гибрид такой, он и более интенсивный, потенциал урожайности у него повыше, и все-таки в стрессовых условиях он себя получше ведет. Это наша новинка, которую вы, соответственно, видели уже в демонстрациях, и давайте посмотрим результаты. Мы видим по Белгородской области средняя урожайность в этом году была чуть ниже, чем по остальным, это от 78 до 86, но по этому году это очень-очень достойно. В Воронежской области 110 центров с гектара при стандартной влажности – это очень хороший показатель. В Курской максимально 126. Хорошо показал себе в Тамбовской области. И в большинстве локаций он на уровне или превышает, соответственно, средние показатели, что говорит о том, что очень-очень гибрид такой стабильный и интенсивный, что, собственно, радует, потому что это дополнительная поддержка, дополнительное спокойствие при его возделании. Гибрид Телес. Стоит обратить внимание, что гибрид кремисто-зубовидный, но все-таки немножко сдержимся на фотографии, две трети початка – это все-таки более зубовидное зерно. То есть среди кремисто-зубовидных гибридов он будет по влагодаче лучше. Да, понятно, он будет немного уступать по влагодаче с зубовидным гибридом при прочих равных условиях в этой группе FAO, но среди кремисто-зубовидных он сохраняет их плюсы по холодостойкости Телес и, соответственно, у него лучшая влагодача. На самом деле это гибрид-бестселлер. Бестселлер в своей, так сказать, ранней группе спелости с просто феноменальной устойчивостью к всему, что возможно. Вот именно был вопрос интересный в чате, на который отвечал там по срокам сева. Если этот гибрид подходит вам по FAO, его можно сеять рано, вовремя и поздно. То есть к срокам сева он очень мало, так сказать, относится. То есть на всех сроках сева у него не бывает какого-то резкого снижения урожайности из-за именно сроков сева. Как же говорил, высокодавтивность к климатическим условиям, и он отзывчив на условия выращивания. Какая особенность у этого гибрида? Свою урожайность, вы же знаете, что часть гибридов – это такой подвижный початок, то есть в зависимости от густоты, початок больше, меньше. Где-то початок более фиксирован, надо густотой работать с гибридом. Телес очень отзывчив в каком плане? У него просто, я не знаю, поражающее выражение количество зерен в ряду. То есть если обычно в гибриде мы видим там 32-35 зерен в ряду, то здесь, как правило, это 38-40 и более зерен в ряду. То есть это действительно такие огромные саблевидные початки с, собственно, хорошей урожайностью. И мы видим, что результаты по этому гибриду, то есть достоверно в большинстве локаций он либо на уровне, либо превышает. И мы видим, что он хорошо работает, как при таких средних, экстенсивных условиях. В Тамбовской области на одной из локаций в Рассказовском районе не все было хорошо, поэтому урожайность, конечно, среднее порядка где-то 43 центеров получилось. Но даже при таком низком уровне урожайности, вот он, вот этот плюс, что Телес дал 52 центера, это дополнительная ваша страховка и ваше соответственное спокойствие. То есть гибрид максимально адаптивный. Вы его можете высевать и на слабых полях, да, вы понимаете, что на слабых полях много не получите, он вас там поддержит. И если этот гибрид высеваете при интенсиве, с хорошей системой питания, он также очень-очень отзывчив. То есть раскрыть его потенциал можно, вот, совершенно при разных технологиях, то есть разные темы использования. Как я уже говорил, целевая урожайность на Телесе более 5 тонн гектара. То есть более 5 тонн гектара он очень-очень хорошо работает. Си-феномен. Про си-феномен, честно, я даже не знаю, что сказать. Вот, потому что это на данный момент бестселлер, это самый продаваемый гибрид кукурузы компании Сингента в России. Это гибрид из линейки Ортезиан. Кратко про Ортезиан, потому что в дальнейшем нам будут встречаться еще гибриды из этой линейки. Это те гибриды, которые хорошо противостоят различным там засушенным условиям климатическим, да, то есть эффективно используют влагу. У них мощная корневая система, вот, у них очень хороший контроль за использованием воды. Они не дают лишнего, они лишнее забирают только в урожай. Вот, и это те гибриды, которые позволят и в засуху получить, как правило, чуть больше по сравнению с другими гибридами. Но чем хороший этот гибрид? Мы же не всегда с вами знаем, а год будет засушливый или хороший год. И чем хорошие эти гибриды, в хороший год по влаге он не отстанет от института гибридов. Вообще с этим гибридом, если не ошибаюсь, самая высокая урожайность в регионе центра была зафиксирована на уровне, я вот точно не помню, 135 или 136 центров с гектара. Это в Курской области в 2018-2019 году. Год могло быть это в производстве. То есть очень-очень такой хороший гибрид. Вот, да, 135 центров указал. И что касается по результатам. Мы видим, что он в Белкородской области прекрасно себя показывает, в Брянской области, а в Брянской области, я скажу, в этом году было наибольные сложные условия для кукурузы. Если у нас было до конца мая холодно, то в Брянской области было практически до середины июля холодно. Вот, там меньше сложилась сумма температур. Там раньше ударили, соответственно, морозы. Там самая высокая влажность при уборке, как правило, по всему региону. Но даже при всех вот этих вот нюансах мы видим, что в таких сложных условиях этот гибрид действительно та поддержка, которая необходима нам с вами в полях. Воронежская область, коллеги, кто знает, кто не знает, я расскажу. Рассашанский район, это достаточно засушливый. То есть в юг Воронежской области засушливый район. И вот мы видим вот этот небольшой порожек, это вот та, соответственно, уверенность, та сложность при сложных условиях вегетации. Верхнихавский район. То есть это изначально, где, как правило, кукурузы получают в районе 42-45 центров с гектара до 50. Все, что выше 50, это уже очень и очень хороший результат, как правило. Мы видим, что в среднем контенсивности в Бобровском районе 94 центра, это прекрасный результат. В Рейпи-Песк области себя неплохо показывает. То есть это гибрид с очень широкой географической адаптацией. Там, где позволяет ФАУ 220 выращивать, всем рекомендую попробовать. Показатели у него действительно уже сколько лет, они на очень и очень высоком уровне. Также стоит отметить, что среди нашей линейки данный гибрид с одной из таких очень сильных ярко выраженной влагоотдачей. То есть при созревании, когда гибрид физиологической спелости, уже получилась черная точка, он очень быстро отдает влажность. То есть если мы пересчитываем там в день процента дачи влажности, то этот гибрид очень-очень быстро отдает влагу свою. Гибрид Амбадор. Это вот та наша новинка, которая появилась в этом году. Регистрация у данного гибрида была достаточно поздней. К сожалению, вы не смогли увидеть его у себя в полях, потому что демо-семена пришли поздно. Но нам удалось посеять его в нескольких локациях, в частности в регионе центра. Те коллеги, кто был на центре экспертиз в Рамоне, у нас такой крупный семинар, вы могли увидеть там этот гибрид. Кто не был, я приглашаю на следующий год. Мы обязательно будем во всех своих мероприятиях соответственно открыто заявлять. Пожалуйста, приходите, смотрите. На следующий год он будет также и у вас в ваших испытаниях. Что касается гибрида, новинка V240, полностью, как вы видели, зуб. Зуб очень такой хороший, что по нему стоит отметить по Амбадору, видите, стальной характер. Это не просто так, гибрид очень и очень стабильный. Это то, что надо. Потому что хорошо, да, когда мы говорим, там, этот гибрид, там, потенциал до 150, а этот до 170. Курзу очень легко разогнать по потенциалу, получить высокую урожайность. А надо ли? Вопрос. И все-таки мы в большинстве с вами работаем, нам необходима та урожайность, которая будет прибыльной. А прибыль на урожайность начинается, как правило, от 40 сантиметров за гектара. И в ряде регионов, районов мы просто не можем получить более 90. То есть нам нужна, как правило, массовая гибрид, это стабильность 40-90 сантиметров за гектара. Так вот, этот гибрид, он очень и очень такой сильный, да, сильный в плане стабильности. Ну, и с высоким потенциалом урожайности хорошо работают как раз вот наши вот эти необходимые вилки. Я здесь ставил всего лишь 5 результатов, просто, извините, за этот год у меня результатов больше не было. Это то, что удалось посетить, это в Тамбовской области, в Токаревском районе, это юг Тамбовской области. Как правило, такие стрессовые условия в обычный год засушили, засушили вы не в этот, но в обычный. Вот, ну, стрессовые условия. 84 центера, превосходная урожайность. В Курской области 104 центера, в Липецкой области 109 центеров. Собственно, рядом с Воронежем, Рамонский район, 113 центеров. И в Кристине, в Курске, 121 центера с гектара при стандартной влажности. Это очень-очень хороший показатель. Гибрид Фортага. Фортага – это наш старший брат феномена. Это гибрид из линейки Артезион. Его отличительная особенность – это как раз вот эта вот выполненная верхушка. Как правило, этот гибрид можно сравнить, что вот он, его стержень полностью со всех сторон, облеплен с зерном. То есть, такой зубовидный. Что хотелось бы сказать. У него засухоустойчивость даже немножко выше, по моим наблюдениям, чем у феномена. У него, несмотря на фау, достаточно быстрый старт и раннее развитие. И отличительная особенность, как я уже говорил, полностью выполнена верхушка початка. По результатам. Мы видим, что результаты очень и очень хорошие. Напомню, все наши данные, всю полностью презентацию получите потом в рассылке. Вы видите, что и в Белгородской области превосходные результаты, и достаточно сильный отрыв. Потому что этот гибрид, действительно, у него одна проблема была раньше. Была проблема раньше, что его в целом не хватало. Но в этом году, может, общать отвечали, мы по максимуму, насколько возможно, нарастили, соответственно, производство этого гибрида. И его будет, соответственно, больше. Хорошо работает с целевой урожайностью, то есть от 40 до 130 центров с гектара. Это очень такой хороший, стабильный и, собственно, урожайный гибрид. Всего еще в линейку Ортезио входит еще несколько гибридов, которые выращиваются в центре. И о них мы поговорим чуть дальше. Гибрид Marimba – это из линейки PowerGrain. Гибрид, который не подойдет всем. Да, действительно, этот гибрид не подойдет всем. Это гибрид, который в целом ориентирован на профессионалов. Гибрид очень интенсивный. С высокой, получается, требовательностью к условиям возделания. Но на свою требовательность он показывает очень-очень хороший результат. Бочаток такой бочонкообразный. У него большое количество рядов, как правило, не менее 16, а зачастую это 18 и более количество рядов. У него ярко выраженная зубовидность. То есть он отличается и своей интенсивностью, и своей влагодачей. И все линейки, наверное, Marimba будет сохнуть быстрее всех. Вот, V-260. Вот, что хотелось бы еще по нему сказать. Технологии возделания всегда смотрите наши рекомендации. Или связывайтесь с нами, или связывайтесь с нашими коллегами. Мы рекомендуем данный гибрид именно по классической или все, что приближено к классической технологии. Либо стриптил, либо также рошение. Но это рошение в V-270, V-260 в других регионах. В более северных рошение, да. Для условий центра, для рошения у нас есть гибриды еще лучше, с V-270, но побольше. И, конечно, по потенциалу максимально выше. Потому что в рошении я все-таки рекомендую использовать гибриды максимально возможные по FAU для данной территории. Вот. Что касается результатов. Как я уже говорил, интенсивный гибрид, интенсивному гибриду раскрыть себя сложно. В тяжелый достаточно год для вообще возделания кукурузы. По погоде, имею ввиду. И, ну, мы видим, что даже в этот сложный год он не провалился где-то фатально. То есть он везде удержался. Удержался, где-то есть у него небольшое превышение. Вот если бы у нас не было вот этих вот осенних, если бы у нас не было вот этих вот осенних, точнее, извините, весенних заморозков, вот этих похолоданий, да, вот, то результаты были намного выше. Извините, я немножко отвлекся. Увидел от Николая Гаврилова вопрос в чате. Данные по рожайности гибридов получены при каких нормах внесения минеральных удобрений? Смотрите, это все данные от вас. То есть наши менеджеры встречаются с вами. Вам интересно испытать, соответственно, тот или иной наш гибрид. Наш менеджер эти гибриды заказывает, предоставляет вам. Вы у себя высеваете и, соответственно, потом получаете также урожайность и делитесь ею с нами. Вот. То есть это все данные с хозяйства. Я просто не могу везде подписать название хозяйства, потому что у нас, то есть на это необходимо получать дополнительное разрешение. Но если вам интересно по тому или иному, соответственно, опыту, например, вот, сколько было удобрений здесь в Вавровском районе, в Воронежской области. У нас все эти данные есть. Вот. Вы можете обратиться непосредственно ко мне или обратиться к менеджеру, который ответственен за вашу территорию, и через него я свяжусь с вами, и систему питания я могу рассказать по каждому опыту. Она разная. Она разная, но самое главное, что она одинаковая в условиях этого опыта. То есть и наш гибрид, и конкурентные гибриды, с которыми мы сравнивались, то есть вот эта вот средняя урожайность по опыту питалась одинаково. И давайте... Я чуть-чуть добавлю. Более того, вот эти все данные у нас заносятся в одну специальную систему, и мы их можем вытащить по различным хозяйствам, различные технологии в разные годы. Вот. Спасибо. Извините, в лес чуть-чуть. Тебя чуть передохну. Да. Спасибо большое. И давайте перейдем к гибриду импульс. Импульс – это такой очень яркий и очень запоминающийся гибрид. И действительно, вы видите, по цвету он яркий. Давайте рассмотрим, почему. V270. Зачем он яркий? Потому что у него чуть выше содержание легкоусвоемых белков, лютеина, зекста-сина. Этот гибрид хорошо идет на птицеводство за счет своей вот этой вот яркости. Он подкрашивает, соответственно, если мы кормим моим птицу, подкрашивает желток, что дополнительно хорошо влияет на качество продукции птицеводческой, если именно на яйцо идет. Не буду вдаваться в подробности, самое главное, его надо запомнить не за цвет, не за плюсы для птицеводства. На самом деле он очень урожайный, он очень стабильный, что немаловажно. У него одна из высоких масс, соответственно, то есть одна из самых высоких натур зерна, то есть такое крупное зерно, что ценится при работе с различными контрактами. И это просто чистейший початок. Если вы проконтролировали вредители, хлопку, усовку кукурузного, стеблевого мотылька, если у вас нет повреждений на початке, то этот гибрид очень и очень чистый, то есть в фитосанитарном плане. Меньше заболеваний, опять же, меньше проблем с продукцией. Вот. И уже как бонусом идет это то, что птицевод его очень-очень любит и действительно ценит. Вот. Это один из наших лидеров. Вот. И за счет того, что у него высокая натура, вот, и он очень быстро наливается, смотрите, 126 центров в гектаре при средней урожайности чуть более 100 центров, да, то есть где-то среднее 105 здесь, наверное. Вот. То есть гибрид, действительно, который понравился, и он уже второй год в испытаниях, именно второй год у вас, и в регистрации второй год, вот, гибрид, который очень понравился многим и многим сельхозтоваропроизводителям. И мы видим, что действительно достоверно везде он, как правило, немного превышает по, соответственно, по урожайности. С влажностью, вы видите, что различия небольшие, тоже все и все с влагодачей у него хорошо. Это один из наших лидеров. Гибрид Ивора. Это гибрид новый с V280 из линейки Ортезио. Что касается, можно сказать, Ивора, это интенсивный пластичный тип. Вот. Идеально выполненный початок, высокая натура зерна у него и подходит совершенно для любых технологий возделания. Это новинка этого года. Что хотелось бы отметить. Зерно у Ивора тоже крупное, но початок в большей степени фиксированного типа. Если вы находитесь в зоне с, как правило, достаточным увлажнением, то есть с влагой у вас все хорошо, хорошо с питанием, его есть смысл лишние 2-3 тысячи загустеть, добавить к посеву для того, чтобы получить больше. Я его сам лично при различных густотах и нормах внесения удобрения тестировал, и его початок не уменьшается вплоть до густоты 90-92 тысяч с гектара. То есть, кроме того, что он сам по себе урожайный, его еще можно урожайность чуть повысить за счет добора густоты. Что касается гибрида, это вот как раз гибрид из нашей леньки, который и при засушливых условиях хорошо себя показывает, не проваливается при просто плохих условиях, и при интенсивных условиях он идет на уровне. То есть, вы видите, что 135 центеров в Курской области, это очень и очень хороший результат. Это не обязательно, что если гибрид промежуточный или промежуточный интенсивный тип, он должен работать. То есть, он не может получить эту урожайность без проблем. Наша новинка и воров АУ-280 хорошо себя показал. Ну, все-таки, как я уже говорил в начале, все, что 280 отвечал там на вопросы, как правило, у нас попало под заморозки где-то в начале-середине сентября. То есть, немножко недоналилось урожайность, по моим подсчетам, должна была бы быть выше. И вот те заморозки и сентябрьские, они очень повредили гибридом АУ-280 и выше. И последний гибрид, гибрид из линейки Артезиан, это гибрид Энер Макс. Гибрид, сразу скажу, не для всех, потому что АУ-340. Это Юг Воронежской, Воронежская область, Белгородская область, часть Курской области, где это возможно. Это очень суперпластичный гибрид. Мы действительно не ждали ни один гибрид в регистрацию так сильно, как этот гибрид. У него хорошая выгодача для своей группы, спелость. У него высокая устойчивость к засухе. Он подходит совершенно под любые технологии. Он технологичен, у него початок выровнен, его легко убирать. У него высокая урожайность. Вы видите, там, где заморозков не коснулся, тут везде одну из лидеров, да, Курской области, где были получены самые высокие урожайности. Вот так вот, Энер Макс в этом году 148 центров. Это при стандартной влажности, это абсолютный лидер. Вот, по... Среди наших гибридов, то есть, который получил самый-самый максимальный результат. Но, опять же, напомню, гибрид, соответственно, не для всех. Входит в линейку Ортези, мы с вами увидели Феномен, Фортага, мы с вами увидели и Вору, и Энер Макс. Также в нашей линейке есть гибрид Черинтес, VAU290, о котором я, к сожалению, не смог рассказать, потому что все-таки мы немножко ограничены по времени. Мы посмотрели с вами сейчас только лишь самые, получается, гибриды новые, самые интересные, да, в плане их новизны, или с которыми вы менее всего знакомы. Вот, всего, как я уже сказал, в нашей линейке порядка 15 гибридов, которые у вас делаются на территории региона центра. Если интересны их результаты, обращайтесь, поделимся. Спасибо большое. Иван, вам передаю слово. Кирилл. Коллеги. Всем еще раз. Доброго дня. Меня слышно. Проверка звука, да? Да. Спасибо большое и нашим сегодняшним спикерам, и участникам за интересные вопросы. Да, наша встреча к отцу подходит. И что бы я хотел сказать? Наверное, начну с хороших вещей, которые я не сказал в начале, но скажу, наверное, в конце нашей встречи. Самым активным зрителям, кто задавал больше всего вопросов и задавал интересные темы, наша команда выберет победителя, отправим небольшие сувениры от Сингенты, приятные, и наша команда свяжется с вами в ближайшее время. Я думаю, что те адреса, которые вы указывали при регистрации, они актуальны, соответственно, вот по ним связь с вами будем держать. Еще раз скажу спасибо ребятам за очередное освещение экономики, результатов, особенностей гибрида климата и так далее. И напомню, что, конечно, Сингента такую площадку использует в вебинарах, давайте назовем так, в экстренных случаях, да, когда нужно пообщаться на широкой аудитории, и это зимний период. На самом-то деле наша основная работа проходит в полях, поэтому, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, обязательно связывайтесь с нашими представителями в ваших районах, областях, и дополнительно вот те ребята, которые сегодня выступали, технические эксперты, они также в вашем распоряжении, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы всегда рядом, всегда вас поддержим. На этом спасибо большое и до скорых встреч. Всем пока. Пока.